Ну а с вами мы хотим поговорить о кукурузе на поливе, какие особенности. И вот давайте мы начнем с того, какая планка урожайности для вашего хозяйства на поливе. Сколько для вас, вот 15 тонн с гектара, это ваш показатель, правильно или нет? Да, да. Даже у нас было, вы знаете, мы с компанией Пионер, у них есть такая интересная программа Пионер Максимум. Мы, естественно, выращиваем часть их гибридов на орошении кукуруза. Это P20023 и P20074, это средняя и поздняя гибриды. Ага. С Фауа 420 и 440. Ага. Значит, вот мы один сезон фиксировали с ними урожайность, урожайность на поле 161 центнер. Ага. Это в зачете, уже при пересчете на 14% влажность. Это в производственных посевах или это опытный участок? Это в производственных посевах. О, ну ясно, это хорошо. Один год был. Занимаемся мы кукурузой на орошении с 2014 года. Да. Начинали мы с площади 85 гектаров. Ага. Значит, у нас капельное орошение. Почему мы именно остановились на капельном орошении? Ага. Потому что у нас очень сложный рельеф местности, большие перепады, высот прямо на пределах одного поля. Да. Балки, подъем. Ага. И плюс еще поля, вот сам периметр полей, правильных полей, так каковых у нас нету. Это вот с гузырями, там с заходами, с выходами, с балками. Ага. Поэтому мы остановились на капельном орошении из-за того, что капельное орошение позволяет закрывать так называемые 100% площадь поля. Ага. То есть поливальные машины, если бы они не захватывали или поливали бы лишнее, не то, что нужно, да? Нет. Мы у нас рассматривали, мы вот в 2014 году и поливальные машины, все нам предлагали и схемы расположения, все. И все равно мы даже вот те схемы, которые нам предлагали там и с фронтальными машинами, и с круговыми, и с угловыми. Да. Да. Все равно там 100% площади не охватывалось, а процентов где-то 70%. А, ясно. То есть процентов 30% площади полей пришлось бы вводить туда другой какой-то силоборот. Ага. Ну, я вам скажу, что у нас орошение находится на полях, которых вот в багарных условиях мы сравнивали. Потенциальная урожайность по той же кукурузе и по той же азимой пшенице мы там сравнивали. Все достигает порядка 35 сантиметров. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. Поэтому вот директор принял решение, Сергей Александрович Авакян, и в 2014 году он все связался там, эту тему, он привез сюда, с Каховки, в Украину. Ага. То есть там опыт оттуда перенимали. Да, да. Да, 2013-й, вот это, 2014-й год, как раз там вот это было, начиналось только такое, так сказать, непостоянство. И вот мы как раз вот это успели. Ага, ясно, интересно. А перепад высот, вот эти вот балки, это тоже важно, чтобы полив был капельный, чтобы не уходила вода, да? Она же могла бы утекать. Чтобы не было смыва, смыва почвы, потому что оно очень пересеченная местность. Ну, капельное орошение – это то же самое, во-первых, и экономия воды, потому что испарение меньше при капельном орошении. А у нас, вы знаете, что у нас вот, допустим, тоже, именно по нашему району, вот июль месяц, июль, да, и август где-то середина прихватывает. Это сильнейшая ветра с очень сильной положительной температурой. Угу, угу. Ясно. То есть, вот для вашей, для ваших и природно-климатических условий, и для ваших почв, особенностей местности, это как раз оказался оправданным вариант с капельным поливом, да? Да, 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 да. И, возвращаясь к урожайности, вы среднюю урожайность на поливе какую получаете? Вот, в прошлый год мы, по прошлому году мы получили, значит, среднюю урожайность в зачетном пересчете на 14%. Да, влажности, да. Да, 132 центнера с гектара. Да, да. Значит, в 2016 году 142,5. Ага. Было, да? Значит, в 2018 году порядка то же самое, 140 центнер было. Значит, в 2019 году в зачете урожайность была порядка 150. Ого, ясно. Ну, хорошие показатели. Как вы считаете порог рентабельности вот при капельном поливе, какая должна быть урожайность, вот 100, может быть, центнеров, 120, чтобы оправдать затраты? Все-таки затраты приличные, прокладка труб, да, капельного полива. Затраты приличные очень, и, смотрите, все зависит от цены на культуру. Это да, это да. Да. И вот из этого, потому что цена каждый год меняется. Из этого вытекает, естественно, тот нулевой порог, куда можно считать рентабельности. Да. Ну, а если брать вот по минувшему году, минувшем году хорошая цена на кукурузу, даже говорят, что рекордная была. Смотрите, я вам сейчас скажу, то, что затраты на один гектар, с учетом всего и заработной платы, и электричества, и генеральных удобрений, и транспортировки, и сушки, вот по прошлому году у нас составило порядка где-то 82 тысяч рублей на гектар. Угу, ясно, 82 тысячи. Но этот показатель у вас растет год от года, да, поскольку расходы увеличиваются. Вы знаете, вот этот показатель, он в каком смысле, да, он немножко растет, потому что у нас идет, как, каждый год увеличение заработной платы идет. Да, ну и удобрения, средства защиты дорожают. Это зависит от цены и удобрений, да, 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 и от цены на энергоносители, электричество, в основном от этого. Электричество, да, то есть этот показатель растет, 82 тысячи, а выручить что удалось? Ну вот, смотрите, если сейчас там, допустим, предлагают где-то сколько, 16, по-моему, тысяч за тонну, да? Да, да, да. Ну вот, если перемножим вот эту вот, 132 центнера, это на 16 тысяч, да, это я так образно говорю. Ага. С какой, с какого вала или урожайности с гектара пошла уже. Да, ясно, да, да. Но, тем не менее, это прибыльно, это интересно для вашего хозяйства. Это да. Ну, во-первых, если бы это было неприбыльно, мы бы этим не занимались. Да. Во-вторых, это тоже самое и социальная направленность, если у нас дополнительно привлечены люди с района, а за этими людьми, естественно, стоят и семьи их, не все, которые порядка 35 человек. Ага, то есть вот дополнительно требуется столько людей для того, чтобы обеспечить поливное производство кукурузы на поливе, да? А площадь, а площадь какая? У вас площадь осталась 85 гектаров или вы ее увеличили? Нет, смотрите, мы прогрессировали, значит, у нас дошла площадь орошения, вот именно кукуруза была на орошении в прошлом году, 1285 гектаров. О, хорошо. На капельном орошении. Да. Да. Ну, у нас она была и выше. Ага. До 1400. Единственное, что у нас постепенно, сейчас мы еще занялись садоводством. А, и часть земели отдали под сад, да? Да, часть этих полей, часть этих полей мы отводим под сад. Ясно. Сады тоже высокоинтенсивные, они находятся то же самое на капельном орошении, на подвое М9 с антиградовой сеткой. Антиградовая сетка, ну, мы не видели здесь в России применение, итальянское, с клапанами. С автоматическими клапанами для сбрасывания града. Ага. Но это отдельная тема, садоводческая, очень интересная, но это отдельная тема. А что касается кукурузы, вы севооборот используете, да? Смотрите, мы вот, мы вот, данную орошаемую площадь, она у нас в монокультуре. Монокультура, ага, интересно, да. То есть мы, естественно, применяем фундициды защитные, все от болезней, все от болезней, все от болезней, применяем для разложения стерни, биопрепараты. Это при заделке пожневных остатков осенью, для ускорения разложения пожневных остатков, это мы применяем при основной обработке почвы. А чьи биопрепараты? Их же много сейчас, и говорят, что сложно разобраться в этом изобилии биопрепаратов. Очень сложно, мы использовали, смотрите, там вот есть препараты, это фирма Бионоватик, есть АПМ Компас. Ага. Два препарата, вот эти, которые мы использовали. Ну, два препарата этих фирм. Да, и они нормально работают, да? Уже испытали. Нормально работают, да, при условии, ну, они вообще препараты работают при условии наличия влаги при заделке. Да, да. И им нужна заделка, желательно сразу, при внесении их на пожневные остатки, желательно сразу производить заделку, потому что они боятся ультрафиолета. Ага, да. Желательно, чтобы они не попадали под прямые солнечные лучи, поэтому мы обработки вот эти все проводим в ночное время. Угу, угу. Как это происходит? Вы убрали кукурузу, да? Да, и мы кукурузу убрали, значит, заходит опрыскатель, это самоходный опрыскатель Джандир 4730, это вечером, с вечера все делается. Да. Ну, в ночь заходит самоходный опрыскатель, который уже вносит готовый раствор на пожневные остатки. Да. Следом за самоходным опрыскателем идет трактор с тяжелым дисковым орудием, это рубин 12, который заделывает сразу на глубину до 15 сантиметров, 12-15 сантиметров. Ужневные остатки перемешивают с почвой их на глубину 12-15 сантиметров. И сразу же буквально за этим ущельником, трактором, идут сразу пахотные комплексы, потому что мы обработку здесь производим с оборотом пласта. Ясно, ясно. То же самое, трактора Джандир 8430 и прицепные плуги Лемкин. Да. Оборотные плуги Лемкин. Да. Вот это все заделывается. Да, делается и пожневные остатки, вот они же значительные у кукурузы, а тем более у вас, где урожайность такая, стеблистой, видимо, огромный, да? Я как-то видел фотографию, я как-то видел вашу фотографию, вы там выглядите малышом среди этих стеблей. Ну, высота, да, высота кукурузы достигает 4 метров. Ой, ужас, ой, ужас. Да, эти пожневные остатки, конечно, сложно. Значит, Бионоватика компания и вторая… АПМ Компас. АПМ Компас. АПМ Компас, да. Да, они позволяют переработать это все, разложить. Да, вот препараты, препараты их компаний, вот это, позволяют вот это все сделать. Ясно. И к весне эта площадь снова готова для посева, да? К весне, да, да. К весне, естественно, готова для посева. Да, да, но перед внесением препаратов и перед обработкой почвы, естественно, вы убираете… А, нет, вы, наверное, убираете системы поливные раньше, еще до уборки, да? Ну, смотрите, вот я вам как раз и технологию расскажу. Расскажите, это важно, потому что… Да, значит, мы основное внесение удобрений производим с осенью, вот как раз под вот эту дисковку и по хату. Это аммофос 12,52 и калий-хлор 60-процентный вносим. Да. Кукуруза, как вы знаете, это калиевая любимая культура. Хотя, ну, в почвах в наших вроде бы калия достаточно, но все равно, идя на такую урожайность, калия этого недостаточно почвы. Приходится дополнительно каждый год вносить. Угу. Естественно, эти удобрения мы запахиваем, это осенью. Да. По весне мы готовим предпосевную обработку почвы, потом выходим по состоянию температурном, ну, по достижении почвы температуры где-то 8 градусов на глубине залегания семян. Да. Начинаем производить посев. Посев производим с удобрением одновременно. Угу. То есть, с аммиачной селитра. Порядка где-то 120-150 килограммов на гектар. Ага. После, значит, проведенного посева никаких больше мероприятий на поле мы не ведем. Мы начинаем там просто раскладку лайфлетов до всходов. Это основные водоводы, которые сматываются в бухты, и вот начинаем раскладку лайфлетов на засеянных полях. Соединение их, раскладку, все. При достижении кукурузы трех листьев, трех настоящих листьев, мы производим химическую обработку, ну, то есть гербицидную обработку. Да. С одновременным внесением микроудобрений. Да. При достижении кукурузы фазы где-то пяти-шести листьев, начинаем укладку капельной ленты. А, вот как. Интересно. Угу. Да. С одновременными внесениями удобрений. Растворяем минеральное удобрение в воде. На каждом поле есть свой узел растворный. Согласно заданной норме растворяем удобрения и производим полив с одновременным внесением удобрений. Практически у нас вот где-то за сезон, это с учетом посева, аммиачной селитры уходит где-то порядка 750 до 800 килограмм в физическом весе селитры. Ничего себе. Ну, она вносится дробно. Дробно с поливом. То есть, порядка дробно, это где-то происходит полива 15-16. Ага. То есть, там по 20 килограммов каждый полив, 30, да. 15 раз подкармливаете, да? Да, да, дробно производится, да. Сумасно. Производя полив и производится подконка. Естественно, работаем немного, ну, работаем и микроудобрениями, и все. Но это у нас все на основе тканевой диагностики производят. То есть, мы отбираем тканевую диагностику, делаем листовую диагностику. Да, да. Отправляем в лабораторию, нам присылают заключение, что как растение выглядит, чего именно хватает, чего в избытке, чего не хватает. Принимаем решение и через каплю потом вносим. Если надо, что-то вносить. Если не надо, не вносим. Угу. Да. При достижении, значит, вот эту массу, так сказать, азота, мы стараемся внести где-то процентов 70 дробно из этой массы азота до начала цветения кукурузы. Потому что у нее, ну, чтобы насытить и почку, и все, именно азотом. Потому что пик потребления у нее именно вот вырисовывается период цветения и, ну, начало налива. Да, да. Остальные, остальные вот 20, ну, 30, 25-30 процентов мы дробно вносим по мере налива кукурузы, азота именно, вносим дробно по мере кукурузы где-то порядка до, я сейчас просто вам скажу, среднем многолетнее наблюдение, где-то до конца августа. Ага, ага. Ну, а где-то в сентябре? До середины сентября. С середины сентября мы практически заканчиваем полил и все, чтобы почва подсохла. И начинаем, естественно, демонтаж. Демонтаж. Капельной ленты и лайфлетов. Угу. Чтобы потом к уборке поля были готовы. Так это уборка у вас очень поздняя, да? Уборка у нас где-то начинается. Примерно 1 октября. 1 октября, о, как серьезно. По многолетним, да. Да, где-то 1 октября. Ясно, ясно. И длится, наверное, недели две, да? Ну, это как минимум, да. Уборку начинаем при влажности кукурузы порядка где-то 18-19 процентов. Ага. А заканчиваете при какой влажности? Заканчиваем где-то порядка, ну, 15-16 процентов. И затем у вас сушилки, да? Да, сразу, сразу прямо с поля транспорт идет на сушилки. У нас в хозяйстве есть сушилка 100 тонн в час производительности. То есть практически справляется с этим объемом. Все хвалят американские сушилки у вас? Нет, у нас отечественная производительность в Воронежской. О! Это шахтная сушилка отечественного производства. И мы на ней работаем. И вот такой производительности, да, сушилка 100 тонн? Да, да, да. Очень, очень хорошо. Угу, здорово. И высушенная, то есть с повышенной влажностью вы не реализуете. Только оптимальная. Нет, нет, нет. 14 процентов. Мы проводим базисную влажность, охлаждаем ее и закладываем на хранение. А, и храните у себя еще. То есть и потом ждете пика цены, да? Пика цены, пик продаж. Ну, как уже последние года показывают, где-то пик продаж приходится туда ближе к весне. Ближе к весне, ясно. Скажите, вот по гибридам. Чьи гибриды вы используете? Используете ли отечественные? Если зарубежные, то это тоже пионеровские гибриды? Сколько их? Смотрите, мы для себя, вот для себя именно каждый год закладываем здесь же на рашении площадку небольшую из таких перспективных позднеспилых гибридов. Поле агронома, так называемое, да? Да, да, гибридов 5-8 в зависимости от того, что на рынке появляется или что-то старое. Включая те, которые мы выращиваем для сравнения здесь же. Значит, из отечественных гибридов мы испытываем то же самое. Мы вот испытывали Машук. Ага, это Пятигорский, наверное, институт. Пятигорский, да. Потом мы испытывали Ладовский 410. Краснодарский, да. Краснодарский. Да, да, да. Испытываем. И продолжаем каждый год испытывать. Мы на показаниях одного года не останавливаемся. Ага, да. Потому что разнообразные условия, хотя бы года 3-4, чтобы иметь представление, как данный гибрид ведет себя в определенных погодных условиях. Да. Когда они продукты, потом уже принимаем решение. Основные, то, что основное у нас товарные посевы, это да, это компания Пионер. Я уже назвал два гибрида, да. Они где-то составляют, площади в нашей общей составляют где-то порядка, ну, 30% площади нарушения. Это Пионер 2.0.24, 2.0.73. Да. И два гибрида у нас, это фирмы Монсанто, оно сейчас Байер перекупил их. Это ДКС 5.007 и ДКС 5.1.90. Угу. Это вот то, что мы на протяжении, ну, вот, сколько лет выращиваем, вот к чему пришли. Ага. Наши гибриды, вот, то же самое, это, ну, площадь, здесь же в гемпосевах, они, да, они показывают урожайность больше 100 гектар, вот, средне-поздние гибриды. 100 центнеров из гектара, да. Ну, больше, они даже больше показывают, больше 100, то есть, там, 115-120 центнеров, ну, все равно не дотягивают до показаний данных гибридов. Ясно. Вот гибриды для полива, это, они обычно отличаются от гибридов для багарных условий. Гал, а у нас остановилась что-то, запись. Зависла. Да, причем, а сейчас слышно, нет, Сергей Михайлович? Да, сейчас слышно, перед этим было прерывисто. Прерывисто, ладно. Да, ладно, я тогда повторю вопрос, вот, гибриды для орошения и гибриды для багарных условий, это разные гибриды? Это разные гибриды, они, в основном, разные по группе спелости. Ага. Потому что, вот, поздние спелые гибриды, которые мы выращиваем на орошении, средние-поздние, вот это все, у них, естественно, при благоприятных условиях их, то есть, которые мы, допустим, предоставляем орошению, у них, естественно, больше продуктивности. Потенциал их выше. Потенциал выше, да, выше потенциал. Ясно, ясно. Только гибриды, которые используются на багаре, они, естественно, там, средние-ранние, средние-спелые. Ясно, ясно. То есть, вот эта вот особенность. Хорошо. Пробовали мы выращивать средние-спелые гибриды, но чисто вот таких же, как проходок, всевали в производственный посев, по 8 рядов. Ну, естественно, по урожайности они не дотягивают. По конечной урожайности они не дотягивают. По влажности, да, влажность у них меньше, созревают они раньше, чем вот эти гибриды, которые в основном у нашей. Но, исходя из всех расчетов, по урожайности они не дотягивают. То есть, в производстве у вас каждый год сколько вот на эту площадь? 3-4 гибрида, да? Смотрите, вот на вот эту всю площадь, которая, ну, я вам сказал, да, которая наша вся площадь орошаемая. Да, 4 гибрида мы используем. 4 гибрида, да. И плюс, я вот не считаю то, что вот как полиагронома там, там не по-немного, там по 2-3 гектара всеваем еще 5-6 гибридов таких средне-поздних, да. Которые дышат в спину тем четырем, да? Ясно, ясно. Хорошо, хорошо. Вы понимаете, здесь тоже нюансов очень много. Вот у нас зона такая, мы же находимся на отрогах Донецкого кряжа. Да. То есть, здесь и практически плодородного слоя сантиметров 25-30, дальше вот идет глина, и терса глина, и потом уже твердая подстилающая порода. Потому что даже вот если берешь на метровой глубине влажность почвы, как мы обычно, да, исследуем перед посевом, перед все, кое-где на отдельных участках поля бур нельзя на метр загнать, сручную. Вот так. Ой, ужас. Сложно вам, сложно. Это все отроги Донецкого кряжа. Да. Сергей Михайлович, всего в хозяйстве сколько? Тысяч 5 гектаров или больше? Всего? Нет, на данный момент, в хозяйстве уже на данный момент 18 тысяч гектаров. О, как я отстал. 18 тысяч гектаров. А вот если, я не знаю, на производственных совещаниях, может быть, у вас поднимается вопрос. Вот скажем, вот эти вот земли, не самые плодородные, которые отведены под кукурузу на орошение, они по эффективности, по прибыли, ну, как-то средние среди всех других полей, или самые высокие, или самые низкие. И как они, вот, как их можно охарактеризовать? Смотрите, вот до того момента, как мы не начали заниматься орошением на этих полях, да? Да, они у вас были самые-самые-самые плохие, да, да. А теперь, а теперь, они лучшие или средние по прибыльности? Структура почвы осталась та же самая. Да, 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 да. И чернозема ничего не навесли. Да, конечно. Если что, нам повысилось содержание фосфора, повысилось содержание калия. Но это то, что вы добавили. За счет интенсивности работы, да. За счет интенсивности работы. За счет интенсивности, за счет увеличения, именно на эти площади, потому что здесь же, да, естественно, ведется расчет на вынос элементов питания на планированную урожайность. Да. Да. А так... Ну, а по доходности, по доходности, Сергей Михайлович. По доходности, смотрите, они сейчас выровнялись с лучшими полями. О, то есть по доходности они выровнялись с лучшими полями хозяйства. С лучшими полями, да, и даже иной год в зависимости от цены на продукцию, выше их. О, замечательно, замечательно. Сергей Михайлович, может быть, что-то хотите еще важное, но у меня вопросы иссякли, в принципе, и мне кажется, очень полезный разговор. Единственное пожелание к нашей науке, чтобы они более быстрее и продуктивнее разрабатывали новые высоты продуктивной гибриды. Чтобы мы были более-менее зависимы от наших, так сказать, соседей или коллег зарубежных по семенам. Семена-то у нас есть, но они все равно не понимают. Но кто это будет? Ну, наверное, связь может быть у нас здесь. Да, Сергей Михайлович, сейчас восстановится, слышно, но не видно. Сергей Михайлович, сейчас восстановится связь, и я вас попрошу еще разок о пожеланиях нашим селекционерам сказать о ваших пожеланиях селекционерам. Понятно, с чем это связано. Это связано и с затратной частью отечественные гибриды, дешевле импортных. Ну, по продуктивности они уступают. По продуктивности уступают? Да, да, цена та, которую мы, допустим, тратим на гектар посева импортных и наших отечественных семян, она не покрывается выходом продукции. Отечественных гибридов, да. Да, 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 ясно. Поэтому от пожелания, действительно, чтобы более так, как вам сказать, более продуктивно подходили к своей работе, более быстрее наращивали вот этот селекционный потенциал. Да. Потому что мы сами-то понимаем, сколько там лет проходит до утверждения гибрида и выход его на рынок. Вот эту цепочку надо как-то делать вот более-менее быстрее. Вот это и все. Да, Сергей Михайлович, снова пропала связь, но, видимо, уже ничего тут не поделаем. Наверное, опять повреждения на трассе, как говорил наш известный Барт. Это очень важно, да? Да, опять повреждения на трассе. Ну, это связь. Да, ну, ладно. Тем не менее, основную часть мы смогли хорошо записать, Сергей Михайлович. Я благодарю вас и желаю хорошего сезона вам, хороших цен, хорошего урожая. Спасибо вам, до встречи. Спасибо, да, спасибо. Спасибо.